Дистанция австралийского супермарафона от Сиднея до Мельбурна составляет 875 километров, что занимает больше пяти дней от старта до финиша. В забеге обычно участвуют легкоатлеты мирового класса, которые специально тренируются для этого события. В своем большинстве атлеты не старше 30 лет и спонсируются крупными спортивными брендами, которые предоставляют спортсменам форму и кроссовки. В 1983 году многие были в недоумении, когда в день забега на старте появился 61-летний Клифф Янг. Сначала все думали, что он пришел посмотреть на старт забега, так как был одет не как все спортсмены, в рабочий комбинезон и галоши поверх ботинок. Но когда Клифф подошел к столу, чтобы получить номер участника забега, то все поняли, что он намерен бежать со всеми. Когда Клифф получил номер 64 и встал на линии с другими атлетами, то съемочная бригада, делающая репортаж с места старта, решила взять у него небольшое интервью. На Клифф и навели камеру и спросили. Привет! Кто ты такой и что ты тут делаешь? Я Клифф Янг. Мы разводим овец на большом пастбище недалеко от Мельбурна. Ты действительно будешь участвовать в этом забеге? Да. А у тебя есть спонсор? Нет. Тогда не можешь бежать. Да нет, я могу. Ответил Клифф. Слушайте, я вырос на ферме, где мы не могли позволить себе вышадеяли машину, до самого последнего времени, когда 4 года назад я купил машину. Когда надвигался шторм, то я выходил загонять овец. У нас было 2000 овец, которые паслись на 2000 якров. Иногда я ловил овец по несколько дней, это было непросто, но я всегда ловил их. Я думаю, что могу участвовать в забеге, ведь он всего на 2 дня длиннее. Всего 5 дней, когда я бегаю за овцами по дредня. Когда марафон начался, то профессионалы оставили Клиффа в его сапогах далеко позади. Некоторые зрители ему сочувствовали, а некоторые смеялись над ним, так как он даже не смог правильно стартовать. По телевизору люди наблюдали за Клиффом. Многие переживали и молились за него, чтобы он не умер на пути. Каждый профессионал знал, что для завершения дистанции потребуется порядка 5 дней. Для этого ежедневно необходимо 18 часов бежать и 6 часов спать. Клифф Янджи не знал этого. На следующее утро после старта люди узнали, что Клифф не спал, а продолжал бежать всю ночь, достигнув городка Метагонг. Но даже без остановки на сон Клифф был далеко позади всех легкоатлетов, хотя и продолжал бежать, при этом успевая приветствовать людей, стоящих вдоль трассы забега. С каждой ночью он приближался к лидерам забега, и в последнюю ночь Клифф обошел всех атлетов мирового класса. К утру последнего дня он был далеко впереди всех. Клифф не только пробежал супермарафон в возрасте 61 года, не умерев на дистанции, но и выиграл его. Побив рекорд забега на 9 часов и стал национальным героем. Клифф Янджи преодолел забег на 875 километров за 5 дней, 15 часов и 4 минуты. Клифф Янг не взял себе ни единого приза. Когда Клифф был награжден первым призом в Адолы ради 0-0-0-0, он сказал, что не знал о существовании приза, что участвовал в забеге не ради денег и без раздумий решил отдать деньги пяти первым легкоатлетам, которые прибежали после него, по 2000 долларов каждому. Клифф не оставил себе ни цента, и вся Австралия просто влюбилась в него. Многие тренированные спортсмены знали целые методики о том, как надо бежать и сколько времени отдыхать на дистанции. Тем более они были убеждены, что в 61-м год супермарафон пробежать невозможно. Клифф Янджи всего этого не знал. Он даже не знал, что атлеты могут спать. Его ум был свободен от ограничивающих убеждений. Он просто хотел победить. Представлял перед собой убегающую овцу и пытался ее догнать. Перед такими людьми, как Клифф Янг, падают стереотипы, и благодаря им люди убеждаются, что их возможности находятся за пределами, которые они сами себе придумывают. И снова на старт. В 1984 году Клифф снова принял участие в марафоне и занял седьмое место. Во время забега у него выскочило бедро из сочленения с коленом. Пришлось наложить шею, но он продолжил бежать и пересек финишную отметку. За такое мужество ему подарили автомашину Митсубиши Кольт, которую он отдал сразу. Говорят, что он ни разу не взял себе ни одного приза. Подаренные ему однажды наручные часы, Янг отдал первому встречному ребенку. В возрасте 76 лет Клифф начал забег вокруг Австралии, чтобы собрать деньги для бездомных детей в 1997 году. Из 16 тысяч километров он пробежал 6520 километров, и после этого ему пришлось сойти с дистанции за болезнь. Умер Клифф Янг в возрасте 81 год 2 ноября 2003 года.